Мы продолжаем разговор в рамках лекции про Испанию в эпоху Древнего Рима, и сейчас мы поговорим про жизнь Испании в составе Римской империи. Ну, поговорим, затронем, обозначим основные какие-то опорные пункты. Собственно, после того, как Актовян Август провел реформу провинции, Испания, как вы помните из завершения предыдущего эпизода, активнейшим образом расстраиваются, там строятся новые города, новые дороги, туда переезжают римские колонисты, там в меру сил цивилизуют местное население. В 70-е годы, собственно, и в конце 60-х годов, да, извините, испанские провинции поддержат Веспасиана в гражданской войне, и придя к власти, Веспасиана в благодарность за это дарует значительному количеству испанских городов право латинского гражданства, полного латинского гражданства, так называемой «майю слациуму». Как следствие, Испания практически сразу в юридическом, в формально-юридическом смысле слова, практически сразу перестанет быть такой варварской страной, да. Города в Испании строятся всё активнее, а римские колонии, муниципи и, собственно, гражданские общины латинского гражданства всё более и более будут сближаться друг с другом в своём правовом статусе. Всё это работало на скорейшую и как можно более полную интеграцию Испании в состав империи. Собственно, во многом поэтому испанцы и не то чтобы очень почувствовали на себе действие знаменитой «Конституцио Антониана» 212 года, да, также более известный в русском варианте, как «Эдикт Каракаллы», которым, я напомню, право римского гражданства было даровано всем жителям империи просто по праву почвы. Для испанцев «Эдикт Каракаллы» изменил очень мало чего, потому что к III веку практически вся Испания, за исключениями, несколькими исключениями, практически вся Испания уже имела право римского гражданства. Причём не первое десятилетие. Мы в следующем эпизоде более подробно поговорим о том, что означало вот такое право римского гражданства, что такое римские муниципальные законы и как они действовали на территории Испании в испанских городах. А пока давайте поговорим о том, что такое город в римской Испании. Ну, количество, но. Вот обратите внимание, кстати, тот случай, когда статистика очень показательна. Данные приводятся на III век, на момент провозглашения «Эдикта Каракаллы». В провинции Бетика 175 городов, из них 55 – это колонии римских граждан. Лузитания в этом плане очень сильно отстаёт. Всего 46 городов и 9 колоний римских граждан. Но вы помните, что Лузитания – это самая молодая испанская провинция из всех трёх. Наконец-то Раконская Испания – это Раконенсис. 186 городов, из них 51 колония римских граждан. Понятно, что наиболее романизованный и наиболее цивилизованный, ну, давайте заберём слово «цивилизованный» в кавычки, ладно? Остаётся, конечно, Бетика. Почему остаётся? Потому что я просто напоминаю, Бетика – это современная Андалусия. Именно там основные финикийские колонии. Именно там полумифический Тортес. Именно там одни из самых развитых испанских племён, именно Турдетаны. Наконец, именно там усиленное влияние Карафагена, а потом эти места попадают под власть Рима одними из первых. Из Тарагонской Испании под власть Рима попадает малая часть поначалу, а всё остальное завоёвывается ещё сто лет после Второй Пунической войны. А вот Бетика практически сразу в полном составе. То есть, это самая глубоко романизованная римская часть Испании. Соответственно, города делились на Цивитатес, на большие города, на Урбес. Этим словом обычно называли города поменьше, хотя, в принципе, в этом слове другое значение. Цивитес – это скорее город, как гражданская община. Урбес – это город, как объект материальной культуры, откуда, собственно, урбанистика. Но в испанских источниках, ко всему прочему, вот словом «Урбес» называли город немножко меньшего объёма, чем Цивитес. Из того, что мы знаем из описаний классического облика, внешнего облика испанского города, это обязательный форум, на форуме общественные здания. Мы сейчас ещё о них поговорим. Это почти обязательный фонтан, но если есть фонтан, есть водопровод. В этом плане, вот в презентации, в этой презентации у меня не будет этого кадра, но откройте в интернете, посмотрите, что такое акведук сеговии. Акведук сеговии – это один из двух сохранившихся до сего дня в целом виде, не разрушен, а целом римских акведуков в мире. Вот сеговийский акведук, посмотрите в интернете. Соответственно, римский город, планировка римского города наследует планировки римских легионных лагерей. Две улицы, пересекающиеся под прямым углом, Карда и Декумана, на их перекрестии, там, где обычно стояла палатка легата в легионном лагере, там городской форум. Соответственно, на форуме стоят храмы общеримских богов, местных богов, Курия, где заседает провинциальный сенат. Они так и назывались – Куриалы, да? И, соответственно, базилика. Вот здесь обратите внимание, базилика изначально – это место для гражданских собраний. Это место, это огромное помещение, ну, огромное в рамках данного конкретного города, конечно, куда вмещались все граждане, или, по крайней мере, значительная их часть, которая могла собраться вот вместе, да? Когда проводились какие-нибудь собрания, обсуждения, голосования, то собирался гражданский коллектив именно в базилике, а не где-нибудь еще. Потом, вполне очевидно, когда империя принимает христианство, о чем мы еще будем говорить сегодня, соответственно, базилики становятся центрами жизни христиан. И, собственно, сейчас слово базилика воскрешает в памяти уже разве что христианские храмы. Вот город делился на кварталы, при этом обратите внимание на то, что совпадают латинские слова для обозначения квартала и деревни, да, викус, что, в общем, подсказывает, что изначально городские кварталы зачастую были деревнями. Вот, город воспринимается не просто как совокупность зданий, или даже не просто как люди, проживающие в этой совокупности зданий, а как центр округи, территориум, и, собственно, как правило, когда говорят, употребляют в документах название того или иного города, имеют в виду город и прилегающую к нему территорию. Это сохранится и в средневековых документах. То есть, иногда будут писать такой-то город, консультермино, ресус альфосес, да, то есть, такой-то город со своей территорией, со своей округой, да, это будут писать далеко не всегда, иногда просто, как сказать, имя города подразумевает город плюс прилегающую сельскую территорию. Соответственно, следующие изменения административно-территориального деления Испании приходится на правление Диоклетиана. Я напомню, Диоклетиан, который пришел к власти в 284 году, проводится ряд реформ, из наиболее знаменитых, это реформа Тетраххи, в рамках которой империя делится на Запад и Восток, да, соответственно, и Запад и Восток каждый делятся на две префектуры, возглавляемые префектами Претория. Соответственно, префектуры делятся на Диоцезы, Диоцезы делятся на провинции. Вот, в частности, в состав префектуры Галлии, которая входила, разумеется, в западную часть империи, туда вошла, в качестве одного из Диоцезов, вошла Испания. Он так и назывался, Диоцезис Хиспаниарум. Вот здесь, обратите, пожалуйста, внимание, это кажется мелочью, но эта мелочь будет нам с вами попадаться вплоть до XVIII века. Хиспаниарум, то есть Диоцез Испании, во множественном числе. Имеется в виду Хиспания Таракуэнсис, Хиспания Бетика, Хиспания Рузитана. Дело в том, что и в средние века вот этот вот партикуляризм, раздробленность Испании, да, будет очень сильно чувствоваться и где-то в какие-то эпохи культивироваться, осознанно в какие-то вот до пытаться преодолеть, но окончательно преодолеть удастся только в XVIII веке. Достаточно сказать, что первый раз титул король Испании прозвучит в исполнении первого короля династии Бурбонов, то есть даже не Габсбургов. До этого еще долго, мы до этого еще дойдем. Вот посмотрите на схему, вот так выглядит реформа Диаклетиана на примере Испании. Понятно, что я не включил в состав Диакеза две провинции, да, Балиары, Балиарские острова и Тингетанскую Мавританию. Она входила в состав Диакеза Испании, хотя, конечно, Испания и Стрихтесенцу не является. Соответственно, вот так это выглядит на карте. Диакез возглавлял человек в ранге векария. В более поздних документах его могут называть Дуксом. Дукс, слово Векария означает наместник, да? Слово Дукс, вам оно более знакомо в немецком переходе, герцог. Хотя изначально Дукс это военный вождь. Собственно, Дуче, отсюда. Дукс, тот, кто дуцет, тот, кто ведет за собой людей. Это титул военного вождя. Соответственно, ранги наместника провинции, вот они, перечислены, обратите внимание. Вот здесь стоит отметить, да, собственно, ничего не стоит отметить, потому что большая часть этих названий сугубо техническая означает либо представитель, либо человек, пекущийся о делах данной провинции, да, либо просто правитель, соправитель, управитель, как-нибудь так. Вот. А вот коммиты, это уже интересно. Значит, коммиты городов, это еще шаг вниз в административной структуре, да, это люди, возглавлявшие города да, и, соответственно, судебные округа, те самые, да, вот, конвентус юридикус, их возглавляли как раз коммиты. Коммит, слово само по себе интересное, и нам с вами оно важно, оно потом отзовется, да, коммит, коммес, коммитис по латыни, дословно, спутник, если вот совсем дословно, но от этого слова происходит европейское слово граф, ну, английское count, французское le comte, испанское conde, это вот тот коммита. Соответственно, если вы вдруг где-то сталкиваетесь с внутренним так средним векам, вы сталкиваетесь с утверждением, что такой-то правитель последовательно менял в своем королевстве или в своей империи дуксов на коммитов, ну, или в литературе позднейшего времени вы можете видеть заменял герцогов на графов. Это ничего не скажет, если не вдумываться, ну, мало ли, герцоги были, графы появились, да, но на самом деле дуксы, еще раз, это изначально вожди, военные вожди, то есть люди, обладавшие либо личные, а иногда даже наследственные властью, прочные, значит, укрепленные в среде воинов, да, это, как бы сказать, это не назначенцы, это свои вожди. А вот коммиты, это те, кого назначил император или король, или кто-то еще, то есть это назначенный управленец. соответственно, замена герцогов на графов это вообще-то замена родовой знати на назначаемых управленцев, если коротко. Ну и давайте завершим разговор в рамках этого эпизода небольшим обзором тех самых выходцев из Испании, да, в римской культуре. Их было, как я уже сказал, достаточно много. Ну, давайте начнем с политиков, пожалуйста. Это Луцетернелий Бальп, фигурирующий в речах Цицерона, например, выходец из Гадеса и первый консул из числа провинциалов, первый римский консул. Это императоры Троян, Адриан, Феодосий Первый Великий и это папа римский Дамас, Дамас Первый, да, известен среди прочего тем, что именно он уполномочил, или сказал, не знаю, уполномочил Евсевия иеронима на перевод, на создание нового перевода Библии на латынь, будущее вульгата иеронима. Если мы повернемся от политики к культуре, то из испанцев происходит Луциан и Сенека старший, Марк Анный Лукан, собственно, ну, вы видите, да, и Лукан, и Юник, Модерат Колумела, знаменитый автор трактата о сельском хозяйстве, и Помпоний Мела, географ, и поэт Пруденций, Риттер Квинтелян, наконец, историк Павел Орозий, то есть Испания, и это для куни полный перечень, это просто самое известное, кого вот так вот сходу можно вспомнить, Испания дала Риму очень много, но справедливости раки, надо сказать, что это было взаимно, Рим оказал на Испанию огромное, ни с чем неизмеримое, ни с чем не сравнимое влияние. В следующих двух эпизодах мы поговорим о римском праве в Испании и установлении христианства в Испании. Спасибо. Продолжение следует...